Неравенство по среднему альтиментическому и среднему геометрическому. Я сначала напишу просто очень много задач. После этого мы с вами решаем. Итак, если АИМ не отрицательный, докажите, пожалуйста, что полусумма не меньше, чем корень квадратный из произведения. Я все объясню, не будет. Вторая задача. Докажите, что единица плюс х не меньше, чем два корня из х. Дальше, третья. Докажите, что когда вы берете х плюс одна х, это всегда будет не меньше. х квадрат плюс у квадрат пополам не меньше, чем х, это уже при любых числах х и у. Пятая задача. По умножить на х квадрат плюс у квадрат больше или равно, чем х плюс у квадрат. Опять при любых х и у. Сумма обратных величин х и у не меньше, чем 4 разделить на х плюс у, если числа х и у положительные. Теперь, какая задача. Сумма квадратов трех чисел не меньше, чем сумма попарных произведений этих самых чисел. Оказывается, это верно всегда. Следующая задача. Берем и перемножаем. А плюс Б, А плюс С и В плюс С. Докажите, что это будет не меньше, чем 8 умножить на А, В, С. Девятое. Докажите, что А, В плюс В, С плюс А, С не меньше, чем А корней из В, С плюс В корней из А, С плюс С корней из А, В. Так, давайте еще задача. Десятая. Сумма четвертых степеней чисел не меньше, чем А, В, С умножить на А, В, С. Одиннадцатая задача. Докажите, что сумма четырех чисел, деленная на 4, не меньше, чем корень из произведения этих самых чисел, если А, В, С и В меньше нуля. Ребята, на самом деле, конечно, здесь есть еще много задача. А, В разделить на С плюс А, С разделить на В плюс В, С разделить на А. Докажите, что это не меньше, чем сумма. Тоже самое для любых положительных чисел. Ну и давайте, что x в четвертый плюс y в четвертый плюс 8 больше или равно, чем 8xy при любых числе x и y. И докажите, что когда складываешь и умножаешь это на сумму обратных причин, тех же самых положительных чисел, то это будет не меньше, чем 16. Итак, при положительных числах А, В, С, В. А разделить на В плюс В разделить на С плюс С разделить на А не меньше, чем 3, если числа А, В, С больше нуля. 17-ая, это вот что такое, при x, которая не меньше, чем 0, 3x в кубе минус 6x в квадрате плюс 4 не меньше 0. Что такое корень? На всякий случай, если кто-то скажет, корнем из числа. Называют такое число, что оно в квадрате равно нашему. Например, корень из 4 это 2, потому что 2 умножить на 2 это 4. Скажем, корень из 25 это 5. Вообще смысл такой. Если у нас с вами имеется совершенно произвольный квадрат какой-то площади S, то корень из S это сторона этого квадрата. Ну, все вполне понятно. Значит, корень из числа называют какого числа, которое есть самым в себе умножить, другим, 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 другим. Ну, все уже, дальше решайте. Надеюсь, все поняли, что тема называется неравенство о среднем альтинфическом и зрении геометическом. А плюс В, А, называется среднее альтинфическое. Корень без А умножить на В, это называется среднее геометическое. Это, то есть он круг. Дальше. Да, это действительно известная картинка, совершенно замечательная. Берем круг с диаметром А плюс В. Когда у него радиус А плюс В попала. И это, соответственно, среднее альтинфическое. А вот этот вот отрезочек, это корень из АВ. Хорошо, а вот только как-то доказать. Понятно. То есть вы просто помните картинку, да? Хорошо, хорошо. Давайте, во-первых, пойдем. Если эта картинка верна, то совершенно понятно, что радиус больше, чем вот этот отрез. Правильно? Ну, потому что всегда, когда у вас есть круг, и вы провели диаметр, то вот этот вот отрезок увеличивается, увеличивается, увеличивается. В какой-то момент он стал равен радиусу, а потом он опять стал уменьшаться. Главное? Да. Значит, если мы сумеем доказать эту замечательную вещь, что здесь вот тот самый корень из АВ, то тогда получится, что корень из АВ – это вот какой-то такой отрезок. Здесь вот у нас В, здесь вот у нас А, ну и, соответственно, здесь корень из АВ. Так, спасибо. Я могу рассказать это показательство, это совсем несложно. Проще всего знать, какую общую часть произвольный круг, а в этом круге две корды, то в таком случае произведение отрезка АВ на отрезок ПС, произведение ПИ, равно произведению ПП и ПТ. Причем это не зависит от угла, здесь может быть прямой угол, может быть, неважно какой. Для любых двух корд вокругности. Какое-то имеет отношение к нашей картинке, а самое прямое. Проводим вот так вот, говорим, что здесь отрезок А, здесь отрезок В, а эти два отрезка равны. Значит, их обозначим буквой Х. Ну и замечательно, Х умножить на Х – это А умножить на В. Это и означает, что Х – это корень из АВ. Понятно, да? Понятно. Маленькая проблема с теоремкой, что же надо догадать. Хотя это и несложно, на самом деле нужно заказать подобие вот этих вот двух треугольников. Но если мы сейчас начнем об этом рассуждать, это нас немножко так уведет в сторону. Надо будет вспоминать теорему артистного угла и так далее. Ребята, лучше я это расскажу по-другому. Лучше я эту историю расскажу по-другому, а именно вот так. Смотрите. Вообще спасибо, что вы эту картинку нарисовали, потому что она сама по себе интересная. Смотрите. Если у нас проведем вот так отрезок. Если вот эта длина обозначена буквой А, вот эта обозначена буквой П, а вот эта обозначена буквой Х. Смотрите, что можно сделать. Можно вот так вот провести. Единственная у меня сейчас проблема. Этот угол 90 градусов или нет? Ребята, это очень простая, важная теорема, что вот если у нас есть круг и у круга диаметр, то вот это сколько? 90 градусов. Насколько я все-таки боюсь, что кто-то может не знать, давайте сделаем так. Как это доказывается? Как объяснить, что здесь 90 градусов, если вот эта вот точка лежит на окружности, а это диаметр. Транспортировать лишь гениально, но вам придется измерять много треугольников, и у вас всегда будет вопрос, а не ошиблись ли вы на какую-нибудь долю градуса небольшую. Это нужно сказать как-то доказать, да, как? Половина. Половина чего? Половина идет от 180. Половина от 180. Это опять ссылается на теорему от крестного мугля, что здесь вот 180 градусов, центральный угол, значит здесь половина. А если не знать теорему от крестного мугля? Идея дорисовать это до прямоугольника, вы понимаете, а почему это прямоугольник? Нет, в принципе, конечно, да, если здесь будет прямоугольник, но почему? Как это объяснить? Нет, я даже не буду ничего нарисовывать, это совсем просто. Надо просто вспомнить, что такое окружность. Окружность – это точки, находящиеся от данной точки на одном и том же состоянии. То есть вот это, радиус, вот это, радиус и вот это. Это все одинаковые триагностики, да? Отлично. Так если они одинаковые, то как называются вот эти триагностики? Равнобедренные. А у равнобедренного треугольника что? Углы равны. Нет, каждому по 90 это слишком. Для них треугольников не бывает. А вот у равнобедренного треугольника, у него вот это называется углы при основании. И они что? Равны. Равны. А этот треугольник какой? Равнобедренный. Тоже равновесный. Замечательно. Кто помнит, чему равна сумма углов треугольника? 180. Значит, мы просто пишем 180 градусов, вот во всем большом треугольнике. Это, вот это, кугун альфа, плюс альфа, плюс бета, и плюс вот этот кугун бета. Все понимают, что здесь будет 2 альфа плюс 2 бета, на 2 поделили и получили, что альфа плюс 2, 90. Отлично. Возвращаемся к нашей задаче. Значит, вы поняли, что здесь 90 градусов. Господа, если вот этот кугун обозначен такой буквы, например, какой фи. Знаете, это греческая буквы фи. Здесь у нас с вами 90 градусов. Скажите, пожалуйста, сколько здесь? Фи 90 на 10. Сумма углов любого треугольника. Фи 90 минус фи, конечно. Так, а здесь? Чтобы в сумме было 90, вы только что объясните, что в сумме 90. Фи, правда? А здесь? А здесь 90 минус фи. Господа, я сейчас показываю вам два треугольника. Один из них, вот такой. Давайте я его даже отдельно нарисую. Здесь х, здесь а, а вот здесь вот угол фи. А другой треугольник, это вот этот вот маленький. У него, между прочим, тоже есть катет х, но другой катет у него б. А угол фи у него вот здесь вверху. И эти два треугольника, оба прямоугольные. Как называются такие треугольники? Одинаковой формы? Как называется? Подобные. Замечательно. Что в подобных треугольниках обязательно должно быть? Посмотрите. Большой катет, маленький катет. Большой катет, маленький катет. У них во столько же раз отличается маленький катет от большого, как и здесь. То есть, смотрите. У одного треугольника х во столько же раз меньше, чем а. Во сколько раз b меньше, чем х? Ну, умножаешь обе стороны на ах, получаешь х квадрат равняется аb. Получается, что х это опять корень из а. Ну все, я считаю, что это объяснено. Только вот что. Ребята, я не хотел, чтобы у нас сегодняшнее занятие было совсем уже занятие приятнее. Пожалуйста, ту же самую первую задачу. Пожалуйста, решите чисто алгебрально. Это можно сделать и совершенно не сложно. То есть, спасибо, конечно, за картинку. Мы даже с уверенностью, по-моему, все решите. х квадрат плюс уъ квадрат больше или равно чем 2х. Это то же самое, что на два мы можем обе части. х квадрат плюс уъ квадрат больше или равно чем 2х. Совсем простая здесь идея. Нужно знать какую-то школьную форму. x квадрат плюс y квадрат и 2 x y. Вспоминайте, где это вообще было. Подсказка. 2 x y надо перенести в другую часть. Тогда выражение примет такой вид. Почему равно нулю? Не равно, а больше или равно. Вычли 2 x y из обеих частей. x квадрат минус 2 x y плюс y квадрат. Да, пожалуйста. Это сумма x минус y. Сумма x минус y это разность. Разность x y? Молодец, конечно. Конечно, это просто-напросто. x минус y в квадрате. Так, скажите мне, пожалуйста, все понимают, почему квадрат не бывает отрицательным? Да. Потому что когда умножаешь отрицательное число на себя, минус на минус дает украни. Вот, так, ну, господа, что есть две важные формулы. Квадрат суммы и квадрат равности. Это две важные формулы школьного курса. Если вы вместо y в верхней форме минус y, то получите вот эту. Картинку все помнят? Вот здесь ответок x, здесь y, здесь x, здесь y. Тогда вот этот квадрат, это x квадрат, это y квадрат. Здесь x, здесь y, здесь x, согласны? Да. Значит, 2y, x квадрат, y квадрат. То есть, доказал. Ну, а здесь просто y заменил на минус y, получился это формулы. Отлично. Значит, мы с вами решили четвертую задачу. Это, на самом деле, мы молодцы. Вид продвинулись уже. Только я вам сейчас очень просто покажу, как можно было чисто геометрически решить вот эту задачу. Так, народ, только сначала нужно. Понятно, что если x положительное, а y отрицательное, то здесь будет отрицательное число, а здесь будет неотрицательное. И, значит, не разница будет автоматически вверх. Согласны? Значит, реально нам нужно смотреть, когда x и y оба положительные. Если они оба отрицательные, то просто это вообще ни на что не влияет, потому что эти знаки их поведомят. Итак, x и y считаем положительными числами. А теперь, внимание. Вот написано у нас, вот это не разница. На самом деле, можно было не вычитать 2xy, а наоборот, прибавить к обеим частям 2xy. Как ни странно, этот прием очень даже хорошо сработал. Смотрите, во что превратится наше неравенство. x квадрат плюс 2xy плюс y квадрат больше или равно 4xy. Внимание! Это квадрат чего? Это квадрат x плюс y. А теперь вам простая задача. Когда есть квадрат со стороной x плюс y, расположите в нем 4 прямоугольника со сторонами x и y у каждого. Все помнят эту картинку? Как легко и просто поместить в него 4 прямоугольника у каждого размера x на y. Кто-нибудь боится выйти? Так, раз прямоугольник, два прямоугольник, три, четыре. Молодец! Конечно, 4 прямоугольника. Кстати, все понимают, какой будет размер центрального квадрата. Если у нас здесь y, а здесь x, то здесь сколько? x минус y. На самом деле, площадь вот этого центрального квадратика – это x минус y квадрат. Ну ладно, так или иначе, четвертую задачу мы, безусловно, решили. Отлично! Движемся дальше. Не советую брать сразу большими размерами, они здесь более-менее по возрастанию сложностей расположены. Давай, пожалуйста, третью. Третью давайте. Если мы возьмем кекс-копедратика, то у нас получится ровно 2. Грабстика. Вы сейчас собираетесь как примеры из Грабстика? Нет. А как? Если мы берем кекс-копедратика, то получается ровно 2. А если будет больше единицы, то получается, что больше единицы плюс почти часть единицы. Если мы берем кекс-копедратика, то определение на… Ребята, это философия или решение? Нет, не серьезная. Замерный. Серьезный. То есть вы пытаетесь меня убедить, что если возьмем кекс-копедратика число 1,5, то она истовая – это будет 2,3, а сумма больше. То есть понятно, что вы сможете перебрать несколько примерчиков, но четвертая задача отличается от первой только обозначительной. Ребята, приглядитесь, пожалуйста, что написано в четвертой. x квадрат, y квадрат, x, y. А что написано в первой? А, В. Что можно сделать, чтобы установить связь между первой и четвертой задачей? А – это x квадрат, а В – это что? А, В – это y квадрат. Все понимают, что тогда А умножить на В – это x квадрат, y квадрат. А, соответственно, корень из АВ – это будет просто-напросто x, y. Понятно? Значит, первая и четвертая, повторяю, отличаются только внешним видом. По сути, это одно и то же. Замена переменной переводит к первой задаче. Поэтому я имею полное право что сделать? Считать, что мы ее тоже сделали. Ну, для желающих требуется следующее. А плюс В больше или равно, чем 2 корни из АВ. А минус 2 корни из АВ плюс В больше или равно 0. А – это корень из А в квадрате. В – это корень из В в квадрате. Значит, корень из А минус корень из В в квадрате не меньше 0. Но это всегда так, потому что квадрат любого числа не меньше 0. Все. У нас уже две решенные задачи. Приглядитесь ко второй и поймите, что она тоже решена. Это просто долго повторяется один и тот же факт в разных обозначениях. Как можно приспособить вторую задачу, чтобы она стала почти неоплечимой от первой? Что надо взять с первой задачи? А – это 1, а В – это 1. А – это 1, а В – это 1. Конечно, вы правы. Посмотрите внимательно. Если мы перепишем первую задачу, только вместо буквы А напишем единицу, а вместо В напишем х. 1 плюс х пополам не меньше, чем корень из единицы, умноженной на х. Все понимают? Да. Ну, на 2 умножаешь и получаешь в точности вот это. 1 плюс х больше или равно, чем 2 корни из единицы. А плюс 1, а то я не меньше 2. Больше или равно – это то же самое, что не меньше. Третью задачу – как вывести из первой? Что надо взять? Пожалуйста, внимательно посмотрите вот на эту строчку. И посмотрите вот сюда. Давайте еще раз пробка. Х – это 1, а она из 2, а это 1, а она из 2. Спасибо вам. Вы абсолютно правы. Итак, смотрим. Вместо буквы А пишем х. Вместо В пишем единицу, деленную на х. Естественно, пополам не меньше, чем корень из произведения чисел А и В. Из х умножить на одну х. Икс умножить на одну иксовую – это сколько? Это 1. Икс плюс одна иксовая не меньше, чем двойка. Значит, здесь у нас уже все получилось. Ну, ребята, в общем, даже бодро идем. Пятая задача. 2 умножить на сумму квадратов не меньше, чем квадрат суммы. А, по-моему, квадрат суммы отличный равен сумме квадратов. Икс по-моему. Стоп, 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 стоп. А вы уверены? Нет. Скажем, смотрите, 3 плюс 2 – это вообще-то 5. 3 в квадрате – это 9, 2 в квадрате – это 4, а 5 в квадрате – это 25. 9 плюс 4 – это вовсе не 25. Более того, сегодня я уже показывал картинку. Чем отличается квадрат суммы от суммы квадратов? Он отличается двумя иксы, правильно? Двумя прямоугольниками. 2х квадрат плюс 2 икс квадрат минус х квадрат минус 2х икс квадрат минус 2х икс квадрат. Вот вам нужно доказать такое неравенство. Внимательно посмотрите, нет ли здесь чего-то, что можно легко упростить. Есть. Давайте. х квадрат плюс у квадрат минус 2х икс 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 квадрат минус это всегда спасибо большое так кто пойдет шестую задачу так во первых пишите смысл у это не записанная четверка это хвостовая штука во вторых один писать очень странно один нет нет один вообще не надо писать поймите вопрос один у это понятно да? у плюс x разделить на xy господа вообще-то она права одна иксовая это у разделить на xy одна иксовая это x разделить на xy значит будет x плюс x ага умножили обе части на x плюс y и обе части умножили еще и на xy получилось больше или равно чем 4xy правильно? так а это мы сегодня уже проходили или нет? квадратной стороной x плюс y содержит в себе 4 прямоугольника было или нет? да не надо взрывать скобки это у нас просто в чистом виде уже было x плюс y в квадрате помните порисовать? и 4 прямоугольника все спасибо наконец-то шестую сделали а вот теперь, ребята, пошли задачи несколько штук квадрат одного и того же типа когда надо несколько раз применить одно из вышенаписанных неравенств потом что-то сделать и все получится совсем простенькая задача, седьмая подсказка надо три раза написать какое-то из неравенств просто примените четвертое неравенство итак, x квадрат плюс y квадрат пополам не меньше чем xy дальше давайте, второе говорите дальше что дальше надо с этим сделать? пишем четвертое неравенство три раза один раз для x и y, второй раз для y и z и третий раз для y и z, да? xy, xz и yz что надо сделать после этого? сложить, конечно что получится? в левой части x квадрат пополам не x квадрат пополам это просто x квадрат y квадрат пополам это y квадрат пополам в левой части получится как раз вот эта самая сумма поняли? отлично Отлично. Давайте я еще по-другому объясню вам то же самое. Ребята, можно взять и обе части умножить на 2. Смотрите, что у нас тогда будет. 2х2 плюс 2у2 плюс 2z2 больше или равно 2ху плюс 2у2 плюс 2хz. Переносим все налево. И записываем так. x2 плюс y2 плюс x2 плюс z2 плюс y2 плюс z2 минус 2ху минус 2ху минус 2ху минус 2ху минус 2ху минус 2ху минус 2ху. Надо доказать, что это больше разумеет. Так вот, x2 плюс y2 и минус 2ху. x2 плюс z в квадрате минус 2ху минус 2ху минус 2ху минус 2ху минус 2ху. Ребята, получается сумма таких штук. x минус y в квадрате, плюс x минус z в квадрате, плюс, наконец, y минус z в квадрате, больше или равно нуля. Вот и все. По совести это примерно то же самое, но тем не менее, двумя чуть-чуть разными способами, хотя бы не существует одно и то же. Я рассказал седьмую задачу. Отлично. Кто восьмой рассказал? Диктуйте мне для решения восьмой задачи, что? А плюс b, что а плюс b? Надо переписать вот это или нет? Да. Ну, давайте сразу написать вот так. Больше или равно, чем 2 корни из а. Хорошо, дальше. Дальше а плюс c. А плюс c больше или равно чего? Больше или равно 2. А плюс c. Из а. И, наконец, Что дальше надо сделать, чтобы решить восьмую задачу? Надо перемножить. А плюс b, а плюс c, b плюс c. Дважды дважды 2, это 8. А дальше смотрите, что будет. Корень из а, b, а, c, b, c. Ну, господа, вообще-то корень из а, а, это а, корень из б, b, это b, корень из ц, c, это c. Это и есть ли самое 8, а, b, c. У нас все получилось. Все, восьмая задача решена. Девятая очень похожа. Как применить первую задачу для решения девятого? Правильно. На самом деле, девятая и седьмая, это практически одно и то же. Как это объяснить? Даже не обязательно первую. Дело в том, что, если честно, мы же седьмую получали из первой. Точно так же можно было получить девятую из первой. Но приглядитесь к ним, вы правильно заметили, седьмая и девятая очень похожи. Надо просто ввести правильное обозначение. Посмотрите, пожалуйста, здесь написано, x квадрат, здесь y квадрат, здесь z квадрат. Здесь, а, b, здесь b, c, c. Что мы должны сказать, чтобы увидеть, что седьмая и девятая отзывы и тут. Давайте я даже саду у вас не буду, что мы уже решили, чтобы это было линейным. Сравнили их, пожалуйста. Вот у нас x квадрат. Прямо так и пишем. x квадрат равняется a, b. Хорошо? Y квадрат, это что? b, c, z квадрат, что? a, c. Ну, конечно, для красоты можно было так здесь написать, b, c, ну, как-то буквы. Но это совершенно неважно. Это вполне годится. А вот теперь применяем вот это не нравится. Смотрите, пожалуйста, что такое x и y? x это у нас корень за b. Что такое y? Это корень из bc. Что такое x умножить на y? Это корень из a, b, умноженный на корень из b, c. Другими словами, это что? Корень из b на корень из b это b. Это b корней из a, c. Господа, b корней из a, c это x умножить на y. Замечательно. А что такое x на z? Смотрите, z это корень из a, c. Значит, x умножить на z, это будет корень из a, b на корень из a, c. То есть, а корней из b, c. Отлично. Вот. Это у нас x, z. Ну и, наконец, это, гадайте, что будет. Это x, y, это x, z. Это что? Это будет y, x, z, конечно. Увидели? Увидели. Если вам не хочется через седьмую задачу решать, объясняю, что можно было сделать. Можно было сразу написать три раза утверждение первой задачи. Смотрите. Вот здесь вот у нас есть a, b плюс b, c. Так и пишем. a, b плюс b, c пополам. Больше или равно корень из a, b, c. А это как раз и есть b корней из a, c. Дальше. a, b плюс a, c пополам. Больше или равно, чем корень из a, b, c. А это, понятное дело, a корней из b, c. И, наконец, b, c плюс a, c пополам. Больше или равно, чем корень из b, c, c. То есть, c корней из a, b. Ну, получается, так, мы уже девять задач сделали. Молодцы, давайте дальше. a в четвертой плюс b в четвертой плюс c в четвертой не меньше, чем a, b, c умножить на a плюс b плюс c. Почему? От расписки скобки. Расписки скобки, пожалуйста. Дальше что? У вас получили интересные такие выражения. a квадрат, b, c. Что это такое? Давайте мы применим девятую задачу только вот к этому. Давайте, а? Поехали. a квадрат умножить на a квадрат плюс b квадрат b квадрат плюс c квадрат c квадрат. Пополимите, пожалуйста, девятую задачу. У нас здесь роль числа a выполняет a квадрат. Ах, нет, не получается. Не получается. Что же нам делать? А, в седьмую. В седьмую, братья. В седьмую. Значит, у нас вот это вот, это x квадрат, это y квадрат, это z квадрат, да? Да. Применяем седьмую задачу. Более, шее или равно чем? a квадрат b квадрат плюс b квадрат c квадрат плюс c квадрат а квадрат. Ребята, мы сейчас применили седьмую задачу. Отлично. А теперь посмотрите, пожалуйста, что у нас сейчас есть. У нас есть a, b в квадрате, у нас с вами есть b, c в квадрате, и у нас с вами есть c, а в квадрате. По той же самой седьмой задаче. Это больше или равно чем? Смотрите внимательно, как устроена седьмая задача. b квадраты, а стали попарное произведение. Значит, надо брать в качестве x а, b, в качестве y, b, c, в качестве z, c, a. Это будет a, b, b, c плюс b, c, c, a плюс c, a, a, b. Присмотритесь. Уж не то ли это самое? А? Это же a, b, c выносится за скобку, и в скобке остается b плюс c плюс a. Решили или нет? Решили. Отлично. Еще легче одиннадцатая. Это называется неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом для четырех чисел. Вот это вот a плюс b плюс c плюс d называется средне арифметическое четырех числа. А корень четвертой степени из а, b, c, 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 среднегеометрическое четырех числа. А, b, c, d не отрицательные числа. Нам дали четыре числа. А плюс b пополам больше или равно, чем корень не забыл. Что дальше? Значит, надо посмотреть на то, что нам нужно. У нас здесь четыре. А вы написали для двух. Значит, что надо еще сделать? Еще для двух. Отлично. c плюс d пополам больше или равно, чем корень из c, d. Что дальше? Сравниваем. Что нужно сделать с этими неравенствами? Сложить, конечно. a плюс b плюс c плюс d. Все это пополам. Больше или равно корень из а, b плюс корень из c, d. Отлично. Отлично. А что дальше делать? У нас вот это выражение отличается от этого. Что делаем дальше? Красная вещь. Делим все на два. Дважды два четыре. И к этой штуке применяем что? Что применяем? Ту самую первую задачу. Корень из корня из а, b, умноженного на корень из c, d. А что такое квадратный корень из квадратного корня? Это корень из четвертой степени. Господа, мы доказали неравенство среднем альфметическом и среднем геометическом. На всякий случай. Для трех чисел задача во много раз интереснее, чем для четырех. Вот давайте я ее запишу. Корень из а, b, c третьей степени. А здесь среднеархметическое. Оказывается, это неравенство тоже верно. Более того, и до пяти чисел, и до шести, и до северных. И до северных. Здесь будет среднеархметическое. То есть, надо все сложить, а в третье это количество. А здесь корень из тех, из произведения, сколько там множеств. Но доказать его намного интереснее. Задача чем? Потому что здесь получилось, что просто применили первую задачу два раза и еще раз ее применили. И все получилось. Все ли понимают, что 12-я задача – это ровно то же самое, что вы уже сегодня решали? Или нет? Давайте подумаем, почему. Потому что если вы вместо одной А напишите число Х, вместо одной В – У, а вместо одной Ц – З, то смотрите, во что превратится 12-я задача. Это будет так – Х плюс У плюс З больше или равно, чем корень из Х, плюс корень из А, С – это у нас из Х, З, плюс корень из Х, З. Подумайте, пожалуйста, эта задача под каким номером у нас была? Седьмым. Просто там было не X, Y, Z, а X квадрат, Y квадрат, Z квадрат. Понимаете? А здесь было X, Y, X, Z. Это отличается только об значении. Значит, 12-я задача мы тоже решили. Ну, а это – это интереснее. Здесь сумма, а здесь вот такие штуки. Хотя, с другой стороны, если опять приглядеться...